До конца лета, как и до начала хоккейного сезона, осталось всего ничего. Каким будет хоккейный сезон, сегодня узнаем у специалистов. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас видеть в нашей студии. Конечно же, у нас очень много вопросов есть к вам. Готовы отвечать на все? Попробую. Александр Вячеславович, первый вопрос к вам. Это ваш первый чемпионат в Хабаровске, к которому вы готовите команду, вы и сами готовитесь. Понимаете, что если вдруг что-то пойдет не так, если вдруг вы не оправдаете те надежды, которые есть почти у каждого жителя, мне кажется, в Хабаровске, уж точно у болельщика, то вот что будет? Как вы считаете? Я стараюсь об этом не думать, стараюсь оптимистично смотреть в этот будущий чемпионат, в подготовку команды. Все стараюсь сделать на позитиве. Я думаю, из этого и сложится позитивный результат. Позапрошлый сезон у нас был довольно удачный. Мартемьянов нас вывел на достойный уровень. И параллельно с этим команда, за которую вы отвечали, тоже была на том же высоком уровне. Как считаете, вот эти параллели, они какие-то судьбоносные? Теперь вы немножечко поменялись местами, да? И вот этот сезон, вы думаете, вы сможете организовать команде так же достойно или, может быть, еще выше? Какие у вас прогнозы личные? Ну, давайте посмотрим даже на то, как команды играют, допустим, за океаном. Там команды, которые еле-еле попадали в плывок, потом боролись за кубок Стэнли и играют в финале. Так что будем смотреть на вещи, еще раз говорю, позитивно, оптимистично и работать в этом направлении, чтобы добиться положительного результата. Вопрос к Вадиму Анатольевичу. Многие болельщики называют вас легендой хабаровского хоккея. Спорите с болельщиками на этот счет или нет? Ну, во-первых, я, наверное, не вправе делать какие-то выводы о себе. Я старался доставлять хабаровским болельщикам радость, удовольствие. Наверное, только по прошествии времени такие выводы могут быть сделаны. Но, наверное, имея таких звезд, скажем так, хабаровских воспитанников, цыганков, трегубов, позняков, могильный, ставить себя в один ряд с ними очень сложно. Это люди мирового уровня. Поэтому, наверное, какой-то след я оставил в сердцах хабаровских болельщиков. Если они так считают, мне, конечно, очень приятно. Ну, кстати, вопрос про одну из легенд хоккея Павла Датюка. Среди болельщиков ходят истории о том, что многие фишки волшебник Павел Датюк подсмотрел именно у вас. Ну, надо у Павла спросить. Ну, а как вы считаете? Ну, я не считаю, что этот человек, игрок должен у кого-то что-то подсматривать. Ну, миру надо учиться у него, что он делает всем игрокам. А как вы считаете, вопрос к вам обоим, как заманит Хабаровск суперзвезду мирового уровня? И вообще надо ли это? Ведь на данный момент, насколько я знаю, во всяком случае, на официальном сайте хоккейного клуба «Амур» написано, что у нас самый молодой состав команды на этот сезон. Вот нужны ли нам какие-то суперзвезды и легендарные игроки в команде сейчас? Ну, я отвечу, Александр Мячеславович. Заманить звезду мирового уровня – это возможно, это реально. Но, понимаете, при построении команды всегда нужно учитывать много факторов. Один из которых, наверное, один из самых важных факторов – это сбалансированный состав команды. Одна звезда – это в поле не воин. У нас командный вид спорта. И взять одну звезду, пригласить – да, мы пригласим звезду, но командного результата из этого вряд ли получится. Поэтому, я думаю, что мы по такому пути никогда не пойдем. В команде должен быть баланс и по возрасту, и по авторитету каждого игрока. Только из этого, наверное, складывается результат и победа команды. И в начале сезона Александр Вячеславович подчеркнул, что мы должны быть не команда звезд, а команда звезда. То есть от каждого игрока зависит. Вот выиграть Кубок Гагарина, например, с ЦСКА, с КА команды, где как раз много звезд играет, с любым другим лидером российского хоккея, наверное, это не самое сложное для грамотного тренера. А выиграть вот с Амуром Кубок Гагарина – это еще та задача. А вот если совершится такой прорыв, как вы считаете, насколько это значимо для вас? И я не знаю, может быть, после этого вообще уже стоит уйти на отдых и больше не тренировать, потому что вы уже добились всего. Ну, здесь, как сказал один тренер, да, даже в 60 лет есть к чему стремиться, к чему учиться. Что касается, да, Кубка Гагарина с Амуром, но опять же приведу пример вам, как команда НХЛ, то есть тот же Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли. Команда, опять же, попала в плей-офф на подножке и выиграла. Это спорт, это хоккей, в нем, возможно, все. Но к этому нужно просто стремиться как отдельно тренерам, так и отдельно игрокам. Ну, я имею в виду, это делается все вместе, но как и тренер должен добиваться этого успеха, так и игроки к этому должны идти. То есть только все вместе, коллективно, правильно, Владимир Анатольевич сказал, у нас коллектив, и игроки отдельно, как вы сказали про звезд, могут выиграть матчи, а команды выигрывают чемпионаты. Так что, почему бы не мечтать об этом и не воплотить эту мечту в жизнь? Если вдруг игроком из молодежно-хоккейной лиги начинает интересоваться какой-то другой клуб, и он хочет его себе забрать, становится ли вам жалко его отдавать, потому что вы думаете, вот кто-то разглядел в нем потенциал, лакомый кусочек, и он сейчас им воспользуется. Может быть, вы, чтобы никто им не воспользовался, заберете себе, как вот вы поступаете в таких ситуациях? Понимаете, естественно, как и, наверное, и любой клуб КХЛ, и вообще любой клуб хотел бы видеть в своих рядах своих воспитанников, своих звезд, и чтобы клуб добивался при этом самых высоких результатов. Но, к сожалению, в данных реалиях это невозможно. Мы не можем искусственно удерживать игрока, мы должны дать ему дорогу роста, и чтобы игрок попадал в сборную России, представлял Хабаровский край. Мне, кстати, вот этот вопрос уже задавали, когда Артем Зуб только покинул наш клуб, мы обменяли его в СКА. Этот вопрос мне задавали. И тогда я ответил, что... Тогда еще не было Олимпиады, не был еще чемпионат мира. И я тогда ответил, что вы понимаете, что Артем Зуб представляет не только Хабаровский край, а представляет страну, да? Вернее, не только страну, а еще и Хабаровский край на международной арене. И разве вам будет неприятно, если он станет чемпионом мира и выиграет Олимпийские игры? Что, кстати, так и произошло. На последнем чемпионате мира мы видим Григоренко, Плотников, держат флаг страны, да, с надписью «Хабаровск». Всем же приятно, все гордятся Хабаровским краем, и все видят, кто его воспитал, да, кто ему дал дорогу в жизнь. Поэтому не совсем правильно было бы искусственно там удерживать игрока и не давать ему дорогу. Наверное, так. А в вашей практике есть трансферы, которые срываются? Ну, и это понятно, что такое, да, случается. А были такие, которые сорвались, и вы вот только рады? Или, например, до сих пор жалеете о том, что так случилось? Ну, понимаете, жалеть, пока будет жалеть, уже следующий чемпионат пройдет. Это первый момент. Второй момент. Невозможно так взять, то есть ни один из клубов, ни мы в частности, мы не берем игрока просто так по фамилии, Иванов, Петров, Сидоров, да. Изучается полная его статистика, изучается его человеческие качества. То есть игрок уже имеет определенный уровень мастерства, играя там за сборную России. Примеров здесь, в принципе, много. Тот же Марак Квапил, который играл у нас, да. Ну, авторитетный игрок играет за сборную России, ой, за сборную Чехии Кусила, сейчас стал чемпионом мира в сборной Финляндии, да. Авторитетные игроки, да, безусловно. Мастеровитые, безусловно. Но существует много факторов, которые где-то в какой-то момент, ну, не позволяют раскрыться в том или ином клубе. Это и психологические, и физиологические способности. Все-таки наш клуб, всем известно, на Дальнем Востоке находится, много перелетов. И очень много факторов, которые позволяют или раскрыться, или, наоборот, помешать раскрыться. Могут быть травмы, как у Филиппи. Произошла в начале сезона травма. Факторов достаточно очень много, поэтому никогда не угадаешь на 100%. Мы только можем минимизировать процент, вот такой процент, чтобы было мало таких вот оплошностей. На собрании, когда была у вас не так давно, в субботу, вы сказали всем хоккеистам, команде, чтобы они с удовольствием общались с журналистами, не отказывали в интервью. Вот еще 10 лет назад, например, было абсолютно спокойным и нормальным хоккеисту отказать в интервью журналисту и даже как-то загрубить ему. Сейчас все поменялось. Как вы думаете, почему так? Ну, во-первых, я думаю, что культура выросла. Ну, плюс это сейчас более медийно все стало, все команды стараются. И больше это тоже как такая раскрутка команды. Если команда закрытая, то никто не знает, чем она живет. Да, я думаю, что сейчас это более чем нормально общаться с журналистами, тем более, ну, и будут знать, и болельщики будут знать, чем живет команда, как она живет. Им тоже это интересно. Вот. Какие, может быть, проблемы есть в команде, может быть, их и нет вовсе. Я думаю, что это абсолютно нормально. Ну, у нас тоже, почему я это сказал, потому что некоторые ребята, может быть, отчасти стесняются, может быть, кто-то не умеет общаться с журналистами. Но с чего-то надо начинать. То есть я их попросил, ну, думаю, на первый раз вроде все общаются. Не секрет, что хоккейный клуб «Амур», он очень славен своей как раз пиар-службой, своими шоумами, вообще впереди всех хоккейных клубов. Но при этом прошлый сезон показал, что играем так себе. Есть команды, которые играют на высочайшем уровне, завоевывают кубки, но пиар у них не такой сильный, как у нас. Вот как думаете, может быть, мы от того и такие красавчики в плане шоу, потому что другим не можем взять? Вы думаете, надо поменять? Ну как, я не знаю. Чемпионов по пиар-службе и с чемпионской командой. Ну я не знаю, как вы думаете, есть какая-то... Я думаю, что вообще это никак не завоевает. То есть мы не пытаемся компенсировать этим, нет? Нет, я не думаю. Я думаю, что просто мы все стараемся делать один продукт, правильно, одно шоу. И игроки на льду, пиар-служба свою работу. Видимо, пиар-служба делает свою лучше, чем игроки. Действительно, еще как раз 5 лет назад, хотя хоккейный клуб всегда отличался тем, что у нас все было красиво и грандиозно, но еще 5 лет назад такого не было. У нас у первых появилась живая музыка на матчах. Многие люди ходят туда как на развлечение какое-то. Так и должно быть. Их даже не совсем интересует хоккей, им просто нравится. Как и должно быть. Так и должно быть. Следующий вопрос. Есть в КХЛ команды или команды, которым вы симпатизируете, а есть ли команды, которым вы совсем не желаете удачи? Ну, я отвечу, да, так, коротенько. Еще есть такая фраза, да, не мною сказано, что тренер, который работает с командой, эта команда для него самая лучшая. Желать не удачи кому-то, но это есть у нас такой фаерплей, да, то есть нужно наоборот всем желать удачи. То есть это спорт, еще раз говорю, здесь нужно уважать всех. Какая бы команда ни была, то есть против кого ты не выходишь. Ну, еще раз говорю, что если ты работаешь, неважно с кем, с какой командой, да, хоть со СКА, хоть там с трактором, хоть с Амуром, значит, для меня на сегодняшний день Амур – это лучшая команда, и в ней собраны лучшие игроки на сегодняшний день, да. Так что по-другому кому не желать удачи, я такого не скажу. Еще раз говорю, я всех уважаю, всех игроков, и тренеров, и соперников, и поэтому, ну, вот мой ответ такой. Не знаю, Владимир Анатольевич. Я думаю, Александр Вячеславович отлично ответил. Когда же мы встретимся уже на арене и посмотрим как грандиозное шоу, так и, надеюсь, грандиозную игру? 7 сентября у нас первая домашняя игра. Мы всех болельщиков с удовольствием приглашаем посетить этот матч. Все домашние игры. Чемпионат обещает быть очень жарким. Мы со своей стороны, конечно, приложим все усилия и пиар-служба, и, естественно, игроки, тренерский штаб, руководство, чтобы зрителей не пожалели, что пришли на хоккей, и результат, думаю, их должен только радовать. Спасибо большое. Субтитры подогнали Симон.